Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, с вами снова Михаил Фокс. Раз уж начал серию видео по своему оборудованию для съемки, расскажу, пожалуй, о важной обновке этого года, направленную, конечно же, в первую очередь на улучшение видеочасти канала. До этого года я все свои видео записывал на зеркалку Canon 70D, и в целом меня в ней все устраивало. Но это поначалу. Чем больше я снимал и пытался пробовать какие-нибудь фишки по построению кадра и динамической фокусировки на объектах во время съемок, тем больше убеждался, что хватит уже мучиться, пора приобрести обычную видеокамеру, в которой, собственно, будет уже все продумано, нацелено на максимально комфортное и удобное оперирование камерой, предоставление больше плюшек в плане мобильности и оперативности в развертывании, и, соответственно, готовность вести съемку без потери качества картинки при любом подвернувшемся случае или же запланированном событии. В общем, как пионер, быть всегда готовым и все оружие. Да, как вы видите, снимаю этот обзор я на экшн-камеру, поскольку так лень, блин, теперь после полугода использования обычной видеокамеры разворачивать, устанавливать, настраивать зеркалку, ох, просто нет слов. Ей я теперь пользуюсь только по прямому назначению, ну, то есть делаю фотографии, чем она, по моему глубокому убеждению, справляется на отлично. Итак, моя новая помощница – камера Panasonic V770. Почему же именно она? Естественно, до покупки прорабатывал различные варианты, но, на мое удивление, по тем параметрам, которые я предъявлял к своей будущей покупке, конкурентов этой камеры не было вообще. Ну, стоит, конечно же, отметить, что в ее ценовом диапазоне в совокупности мы получаем качественную картинку, плавность и натуральность сцен в 50 фпс, хорошая светосильная оптика, встроенный оптический стабилизатор изображения. Вот он, кстати, для меня стал просто неотъемлемой опцией, после того, как я его распробовал на экшн-камере от Sony. Опять же, эргономика камеры, ну и, конечно же, цена. Еще совсем забыл, плюс для меня это периодически выручающий 20-кратный оптический зум, при желании который можно увеличить за счет кропа кадра. Возможность подключения камеры к смартфону по Wi-Fi. Ну, это в случае, допустим, если надо оставить камеру на дистанции у мишени и пользоваться смартфоном как пультом для управления. И, конечно же, должен сказать о очень полезной для меня фишке. Это возможность питания камеры через идущий в комплекте проводок от каких-либо внешних источников питания. У меня это Powerbank Xiaomi. На канале видео о нем у меня уже было. Это просто мега удобно для меня и на корню устраняет самый неприятный минус в камерах от Panasonic. Это мелкий базовый аккумулятор. Он тут всего 1900 махов. В общем-то, его хватает из-за этого чуть более чем на час съемки. Более же объемный аккумулятор стоит нереально дорого. Также еще одна приятная мелочь в комплекте это быстросъемная база под горячий башмак. Я обычно туда креплю свой видеосвет. К сборке, качеству материалов и работе фокуса претензий за моих более чем полгода уже общения с ней не возникало. Что же из минусов еще могу рассказать, помимо малоемкого аккумулятора? Это отсутствие бленды в комплекте. На природе было бы весьма полезно. Да и на старшую 4К модель они ее докладывают. Не знаю, что уж тут пожалели куска пластика. На данный момент я закупил два защитных светофильтра. Обычный от ультрафиолета. Он у меня как раз сейчас установлен на камеру. И второй, полиоретационный, для ситуативных съемок. Там витрин, скажем, на выставках. Вещи это очень полезные и обязательно сразу же к приобретению. Далее посредственный звук. Но это возможно я придираюсь, поскольку есть чем сравнивать. Я обычно пишу дорожку на свой рекордер Zoom H1. Вот, наверное, и придираюсь. Для большинства, в общем-то, из коробочного данного звука вполне хватит. По поводу обещанного 5.1 звука. Он тут записывается только при выставленном формате записи видео. А в C HD. Надеюсь, правильно произнес. Этот формат сразу установлен в настройках и вообще без каких-либо колебаний меняйте его на MP4. Ибо качество записываемой картинки, мягко говоря, очень уступает сравнению с MP4. Звук же при смене формата записи видео становится просто стерео. Но он вполне себе годный. А еще лично минус для меня это отсутствие ПО, которое позволило бы вывести мне картинку на мой монитор. Я очень привык к такой возможности. Пользуюсь зеркалкой. У меня было на пол монитора картинка со зеркалки. А на другую половину, например, сайт с техническими характеристиками. При записи видео было весьма полезно все под рукой. Тут же приходится мне напрямую через HDMI цеплять к Монику камеру. И уже картинки и какой-то другой инфы, помимо основной камеры, я вывести не могу. Печально. Ну, это вроде вот такие минусы, которые я мог для себя отметить. Ну и рассказать о них вам. Расскажу, почему не взял что-нибудь в 4К. Поскольку в целом денежка у меня была отложена на эти цели. Компьютер обработку рендеринг тянет. Но главное, что меня не устроило, это качество и фреймрейт картинки. Назовем их бюджетных любительских 4К камер. Опять же, 4К ролик на ютубе, к сожалению, большой процент зрителей не сможет нормально посмотреть. Либо из-за отсутствия скоростного интернета, либо слабого ПК. Я уже не говорю о наличии ТВ или мониторов в таком разрешении у массового зрителя. А в совокупности это все есть у очень малого процента зрителей. Брать на так называемый вырост камеру тоже не видел смысла. Так как прогресс все же не стоит на месте. И к тому времени, когда 2 и 4К станут более доступны и распространены, любительские камеры начнут записывать с более приемлемым для меня фреймрейтом. То есть частотой кадра от 30 и до желанных 50 фпс. А тем, кто все же решит брать 4К версию, обратите внимание на следующие рекомендованные, даже я бы сказал, обязательные требования будущего владельца. Это мощный комп, объемный и скоростной жесткий диск для хранения и обработки данных, скоростные карты памяти, простые тут у нас уже не канают, ругаться камера начнет. Ну и прайс самих 4К гаджетов. В общем, будьте готовы попотрошить свой бюджет конкретно. По итогу, камера Panasonic V770, как вариант начинающему блогеру или юному сам себе режиссеру, просто отличный. Четкая живая картинка, великолепно встроенный стабилизатор, помогающий в повседневной съемке, эргономичная и мобильная помощница в целом. Докупить Powerbank, чтобы забыть о слабом аккумуляторе, немножко объемных карт, защитный фильтр, чтобы предотвратить царапки на оптике, и вперед снимать своего собственного аватара. Ну что ж, а пока я с вами прощаюсь для следующего видео. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Традиционно все полезные ссылочки в описании под видео. Ну и пока-пока! Традиционно все полезные ссылки в описании под видео.